Продолжение следует... 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 Но из-за того, что вчера было намного меньше снега, чем сегодня, сегодня, конечно, такая юга сумасшедшая Вот, ну, делал я вчера, вчера было 15 сантиметров, потратил я 50 минут на этот сугроб У меня получилось по длине он 4 метра, по ширине, примерно, 2 метра, по высоте всего 80 сантиметров То есть, ну, как понимаете, сильно расширить я его не мог в глубине Вот, прорыл яму буквально, ну, то есть уже сделал окончательное убежище За минут 40, то есть в сумме у меня получилось полтора часа на все про все Для тех, кто собирается отапливать это помещение изнутри, желательно сделать вентиляционное отверстие снаружи И периодически смотреть, чтобы его не засыпало снегом Для этого можно взять с собой небольшую палочку в укрытие и оттуда подталкивать это отверстие Поскольку, если этого не делать, то собравшийся угарный газ может вас отравить То есть человек просто может из этого сугроба просто не выбраться Вот, ну, а то, что касается углекислого газа, который выдыхает человек Он более тяжелый, чем воздух и стелется понизу То есть, ну, если человек чувствует неудобство в виде частого дыхания То есть ему тяжело дышать, мало воздуха Он может просто приоткрыть вход, проветрить помещение и снова его закрыть Помещение это удобно для того, чтобы в нем переночевать Поскольку позволяет поддерживать температуру достаточно высокую То есть, например, снаружи может быть минус 20, минус 30, минус 40 А внутри такого убежища температура не падает ниже минус 5 градусов То есть это без дополнительного обогрева Доходило до того, что иногда ребята отапливали внутри его до плюс 7, плюс 8 Ну, вот, как по описанию в интернете В том случае, когда на улице была температура минус 20, например Я сделал убежище небольшое, то есть у меня получилось вообще просто, но нора такая И ложусь я лицом, получается, к входу Таким образом, если даже меня завали, мне будет проще оттуда выбраться В то же время, после того, как, например, была вот такая вот юга, как сейчас Еще раз гляньте То есть метет хорошо, великолепно сильный ветер Вот, просто это вот, этот снежный улей может завалить снегом И вам придется разгребать вход То есть если вы будете спать в такой норе ногами к выходу То это будет делать крайне неудобно, вообще неудобно Поэтому спите лицом наружу В крайнем случае откопаться будет легче Ну и проветрить, открыть там рюкзак Проветрить немного, закрыть рюкзак, тоже будет удобнее Ну и закрывать за собой вход, само собой То есть развернуться там, в принципе, можно Повернуться на бок, на другой, на грудь, то есть на живот, на спину, все это можно Вот, но, конечно, при возможности, если снега побольше и позволяет время и силы То желательно это убежище сделать побольше, чтобы там было максимально комфортно Но опять же, чем меньше убежище, тем там быстрее нагревается воздух А вот так выглядит это укрытие со стороны То есть видим, полиэтилен даже его ничем сверху не прижимал, не привязывал Вот, то есть его просто прижимает ветром и без проблем Снизу придурсил снегом, там кинул рюкзак Ну хорошо, пора идти к нашему снежному улью В общем, нашел свою вчерашнюю постройку Вот оно, как бы, просто холмик Но сейчас буду отрывать и покажу, на что это похоже Где-то здесь должен быть вход Ну вот, собственно, вход откопал Замело его сильно Вот такое вот оно внутри Вот примерно ногами очертил периметр этого укрытия Ну, конечно, замело его так, что если не запомнить, где оно находится, то не узнал бы просто Залазить туда просто Сейчас просто рукавицы не брал То есть ноги просунули И дальше пошли на локтях Понемножечку, понемножечку И постепенно, собственно, залазим После этого закрываемся Закрываем вход рюкзаков Забыл сказать одну важную вещь Перед тем, как, собственно, залазить в этот улей Необходимо там разжечь маленький костерок на минут пять Либо поставить свечку горящую Для того, чтобы немножечко стенки внутренние этого укрытия оплавились и замерзли Таким образом, получается укрытие внутри более прочное И, кроме того, на вас просто ночью не падает снег Ну, еще важный момент Укрытие должно быть внутри гладким Потому что, если будет негладко сделано То снег может подтаивать Температура может быть в укрытии плюсовой Подтаивать и капать сверху на вас Это будет неприятно Поэтому старайтесь потолок и стенки делать гладкими Конечно, если у вас есть время, то есть смысл Сделать это укрытие более основательным, более высоким И внутри вырыть хорошую комнату для комфортного отдыха Но я делал это укрытие вчера, когда снега было немного Это сейчас вон его по колено Вот Вчера его было сантиметров 15 Времени было мало И копалось с помощью своей малой пехотной лопаты Поэтому так и получилось Вот, но на самом деле старайтесь делать укрытие более основательным Для того, чтобы как минимум ночью, опа, оно не разрушилось Из-за вашего переворота сбоку на бок Ну, собственно, вот То, что я хотел показать по поводу укрытия В наших широтах сделать иглу из кирпичей Не всегда удается Потому что снег не всегда такой хорошо спрессованный Поэтому пользуйтесь такими вариантами Ну, а если есть деревья, как здесь Конечно, можно сделать с помощью веток Тот же односкатный, там, двускатный шалаш Лучше, конечно, двускатный Сверху покрыть его полиэтиленовой пленкой И забросать снегом Таким образом Получится достаточно комфортное укрытие Ну, а если так получилось, что среди Во время строительства Точнее, вот Этого улья снежного У вас Ну, провалился потолок То, в принципе, вы можете углубить эту траншею Сверху положить палки В покрытиях, опять же, тем же полиэтиленом И засыпать снегом Будет тоже очень неплохо Ну, в общем, все Все хотел на сегодня вам рассказать Увидимся уже в новом году До скорых встреч Эть Редактор субтитров А.Семкин